Старший участковый инспектор Ясиноватского городского отдела полиции оказался случайным очевидцем происшествия, которое могло обернуться гибелью людей. Страж порядка в выходной день ехал по городу с семьей и случайно заметил, что из автомобиля, едущего в попутном направлении, вырываются языки пламени. Правоохранитель с 23-летним стажем работы быстро оценил ситуацию и принял неотложные меры по спасению жизни водителя и пассажира транспортного средства. На помощь пришли несколько неравнодушных граждан. Двух потерпевших, при этом затушив на них огонь, посадили в автомобиль, они повезли их в больницу, я начал, принял меры к тушению автомобиля. Сначала со своего автомобиля достал баллон и когда он закончился, я остановил еще одну машину, проезжающую мимо, мне еще дали один баллон. Причиной возгорания стала неисправность газового оборудования автомобиля. Огонь подбирался к топливному баку и каждую минуту мог прогреметь взрыв. Пострадавшие в пожаре мужчины с многочисленными ожогами 2, 3 и 4 степеней находятся в лечебном учреждении. Родственники встретились с их спасителем и от всего сердца поблагодарили сотрудника полиции. Не каждый человек может пойти на это. Эта машина могла в этой ситуации взорваться, поэтому я говорю большое, я очень благодарна этому человеку. Мы могли уже сегодня просто их не увидеть. Я своего мужа и соседка тоже своего мужа, поэтому я говорю спасибо, что у нас есть такая служба, которая всегда находится в нужное время на своем месте. Старшеучастковый инспектор полиции не считает свой поступок выдающимся и убежден, что так должен был поступить любой гражданин. Любой нормальный мужчина остановился бы и помог. Это может с каждым случиться, если мы не будем друг другу помогать. Все-таки здесь ясеноватая линия разграничения фронта. Мы как-то привыкли друг другу помогать еще с 2014 года, когда здесь и воду развозили, и хлеб развозили. Мы друг другу всегда здесь помогали. Руководство городского отдела полиции считает такое поведение эталонным для всех сотрудников органов внутренних дел. Это наша всех обязанность сотрудников полиции. Нам ставится задача руководством, в том числе и министром МВДНР. А каждый сотрудник полиции должен в душе и в сердце носить и думать о том, что мы осуществляем в первую очередь помощь людям, помощь гражданам, в связи с тем, что у нас действительно создается нормальная, полная, полноценная, молодая Донецкая народная республика. Так что необходимо действительно ориентироваться всем сотрудникам полиции на данные поступки. Всегда. В данный момент решается вопрос о поощрении Ивана Федодеева руководством Министерства внутренних дел. Редактор субтитров А.Семкин